Приветствую вас, Юрина. Большое спасибо, что задавал вопрос. Вы большая молодец, что вы хотите разобраться в проблеме, если действительно хотите разобраться в проблеме. Только вот немножечко вы, на мой взгляд, ошибаетесь в том, что делаем мы психологи, мы не даем советов, мы помогаем разобраться в себе. Значит, первое, то, что вы стараетесь ребенку навязать свою позицию, почему-то. И стараетесь показать ему, что правильно, что нет. Для всех разно. И дружбу каждый понимает по-своему. И значит, то, что вы говорите, что слушаться нужно ради целя, а не друзей, ну, как бы, извините, извините, то неслование ни к чему не приведет. То есть, ребенок либо вас слушается, либо нет. То есть, он вас не слушается. Это проблема вашего авторитета, а не ребенка и не каких-то указаний. То есть, что ребенок обесценивает, то, что вы ему говорите, это связано с тем, что он чувствует ответственность за свои действия, что, опять же, связано с тем, что вы стараетесь его направить. Потребность в друге, который им командует, это необходимость в, как раз таки, авторитете, которым не являетесь вы и ваш муж по причине того, что пытаетесь навязать свой взгляд и не учитесь ответственность. Вот. Не учите, точнее, от своего ребенка ответственность за свои действия, не учите его отвечать за свои действия, не учите ему получить опыт через, как раз таки, вот, такой постоянный контроль. Ну, я не очень понимаю, для чего вмешиваться в то, как, собственно, выстраивать друг в друг бывающих ребенок. Правильно это или неправильно для вас? Главное это было комфортно, главное это было хорошо, а у меня осложилось впечатление, что вас это задевает. Плюс все, вы сравниваете его с другими детьми, и это не может не чувствоваться ребенком. Тонис выучит дополнительным стимулом ему для того, чтобы выбирать себе, как раз таки, более старшего, авторитетного друга, потому что ребенку кажется, что есть те, кто лучше знает, как нужно поступать. Вот. Знаете, мне пришла в голову сейчас такая метафора, она может быть не очень вам понравится, но ваш ребенок вас с папой приравнивает к детям младше себя по поведению, то есть он не случается, детей своего возраста и младше, он не случается и вас, что означает, что вы для него на одном уровне. Почему? Потому что вы ведете себя тоже как дети, только в немножко другой оболочке, но тоже как дети. Вы навязываете свои позиции, вы видите, что как бы ребенок вас не слышит, не слышит, пытаетесь его какими-то директивами направить, но в какой статье ребенок должен это делать, для чего им это делать, какая выгода, не очень важна. Вот. Ведь ребенок учится поведению. Ребенок редко слушает вербальные какие-то истории, гораздо важнее невербальное поведение и невербальное взаимодействие. И ребенок это ваше отражение, скорее всего, определенная непоследовательность поведения, определенная направленность на позицию ведомого. Вот. И вы это в себе отрицаете. Видимо так. Хотя, это, конечно, всего лишь гипотеза, ее нужно подтвердить, я могу быть не прав здесь. Вот. Теперь. На чоп. Вы пишите. Я обязательно обращаюсь платно к психологам, потому что знаю, что нам это нужно. Ну, кому вам, честно говоря, не я. Кому вам. Пока я не работаю, я в поиске работы, нет лишних денег. Но есть проблемы. Ну, смотрите. Как минимум, если психолог, по вашему мнению, нужен вам, во множественном числе, а не в единственном, то и, соответственно, наверное, не только вам обеспечивать, как бы, финансами работу, психологическую. Поэтому здесь не очень понятно. Фина четыре года, он не понимает, кто хороший, кто плохой, кто друг, а кто враг. А такие быв, такие люди бывают. Вот. Вы правда делите людей на хороших, плохих, на друзей и врагов. Это тот мир, в котором вы живёте. Полётный. Мир крайностей. Не удивляет детям пятилетких, какие они умные. В этом просто класс, как расправятся. Не разбираться. Не разбираться. Это индивидуальный опыт. Первое. Второе. Это более чёткий аппетит родителей. И третье. Это, повторюсь, это позиция довольно таки примитивная. Кто хороший, кто плохой, кто враг, кто друг. Ну, правда. Людей так не делают. Ну, и то, что вы сравниваете с его ребёнком с другими детьми. Что станет? Что на площадке сын выбирает другие старшие на один год. То есть, летят их, которые им команду подписчивы. Ну, если ребёнок выбрал себе друзей по старшим, это означает, что человек в какой-то степени, ну, более радует. То есть, стремится кровить ему неинтересно с детьми своего возраста. И это, как бы, судительствует о том, что он, как минимум, недорог. Дальше. В группе есть мальчик впечатляет, что он говорит моему сыну, то, то, то так и делает. Ну, если ваш сын идеальный исполнитель, если его это устраивает, в чём проблема? Ну, там у них как глава, да, я посмотрел вообще в нашей группе. Что значит в вашей группе? Вот понимаете, какая проблема? У меня складывается ощущение, что между вами и вашим сыном нет личных границ, нет временного уважения. Этим границам я бы не научила, когда вы говорите, что о нашей группе, никакой вашей группе нет. Есть группа сына, и всё. Дальше. На площадке нужен такой же мальчик пяти лет. Этим говорит о том, мой друг. Ну, он называет его другом, замечательно. Поэтому этот друг постоянно обгоманит. Ну, а вам-то, собственно, что? Это же не ваши друзья, а то друзья сына. Этим учатся общаться в людьми. Этим получает опыт. Этим проблем. Иди туда, принеси то, что эти недорогие. Дети Ирины сами способны разобраться. Без вас. Говорит, принеси завтра два по столет. Сын хорошо запоминает все, как хочет тот мальчик. Я говорю, вы сходок не поступает. Откуда вы меняете? Что-первых. Второе. Вы вмешиваетесь в жизнь вашего сына. Нарушаете величный границ. Сын сам научится строить отношения такие, какие он хочет. Вы вмешаете, я повторюсь, ему получать опыт. Почему? Из-за чего? Что вас приводит? Очень большой вопрос. Так, здесь у вас директива. Я видел, что сын не понимает и меня. Я только поделил мой друг. Ну а из-за чего ему вас принимать? Это дополнение. Давайте это не посадить. Будет умирать тем, а другу, не скажем, что он принял свой. Вы любите менять, или просто будет сказать каждый свой. Опять же, какое вам дело до того, в чем будет играть? Это, если игрушка вашего сына, это его собственность. И своей собственностью он вправе распоряжаться так, как он хочет. Но вы не обязаны покупать ему еще, если он в подобном образе свое имущество будет терять. Но здесь повторюсь. Разжня учить ответственность. Человек. Мой ребенок может сказать другим детям, которые поменьше. Ему это выгодно. Я вижу другим, он не дает свою игрушку. У всех моих друзей с теми, которые не просто дружат руководят им. Ему нужно встречать. Вы не встречать. Думаю, сын вообще не любит меня и папу слушать. Ну, а какой в этом смысл? Не смысл. Какой? Объяснится. Объяснится мне, или вот мне, объяснится. Зачем? Ребенку он слушает. И что он для этого получит? Так, чтобы это было просто, а не понятно, и доступно. Так, но он же пытается командовать, потому что не командовать своим друзьям. Вы серьезны? Это для вас. Так работает? То есть вы серьезно сразу вспомниваете себя, родителей и друзей? Какой смысл? Слушать родителей? Если слушать друзей, ребенок получает то, что ему нужно. А слушать родителей, он ничего не получает. То, что ему нужно. Друзья тоже делают своими игрушками, не команды тобой. Ну, если вы опять же повторите, навязываете свое мнение, свои позиции. Так, не знаю, как ему это объяснить или это образно придется, но это никак не объяснить, и это может не прийти с возрастом, потому что каждому человеку комфортно в разные позиции, в своей позиции. Трендитам 5-5 лет не проголосит рекордные ошибки, но они откуда в интернет все умеют командовать. Люди учатся разными моделями поведения добиваться того, что ему нужно, того, чего они хотят. Ваш сын добивает того, что он хочет своим способом. И это очень важный момент. Вы же не предлагая ничего, именно важного, для своего ребенка, прибыть от него на дел поведения или нет, что несколько стран. Дальше. У нас получается, что сын командир только с родителями, но вроде бы позвал от него. Что бы я мне не сказал, я говорю ерунду, папа тоже. Ну, где я упустил? Ну, упустили, когда начали брать за сына чрезмерную ответственность, когда стали говорить мы вместо я идти. Вроде я пыталась правильно воспитывать, а это как? Как это, Ирина? Как это правильно воспитывать? Это как? Не знаю, когда-то бы понять, что друзья, они другие, они не командуют тобой. Никак. Потому что понятие друзей у всех своем и навязывает свое видение, например. И он будет либо бунтовать против этого сопротивляции, чтобы себе вредить. Либо он это полностью примет, что тоже как бы во воворе. Так, ты сам себе хозяин, но не сам себе хозяин, но хотя бы потому, что вы навязываете ему свои позиции. То есть, как бы, тут противоречие, вы говорите, ты сам себе хозяин, но в то же время, это странно, если ты сам себе хозяин, но все время слушает ваши указания. Даже там, где, в общем-то, их быть не должно. Что, ну, если так цепляться за брюк, будьте готовы все сделать ради того, чтобы с тобой дочь и навлечаться, что это выбор ребёнку рассказывать, что это его потребность. Потребность связана с тем, что есть некоторая отдалённость от вас. Содрустью пытается найти ту стабильность и уверенность, которой не хватает в отношениях с вами, например. Потому и так цепляться за брюк, цепляться за брюк, потому что люди становятся для него смыслом его жизни. Ибо, ибо даже вы сравниваете себя с его другими детьми, сорвётся нет на другие дети. Его лучше, лучше, значит у них и есть смысл. Вы же не принимаете своего ребёнка полностью. Вы не говорите ему, что он самый лучший. Ну, не самый лучший, а что он хороший. Что у него все в порядке, вы ему этого не говорите. На принципе, постоянно даёте ему понять, что он делает что-то неправильно. Ну, вот. Так, друзья, не на этом жизнь строится. Ну, а на чем строится, друзья? Почему вы считаете, что ваше представление о брюкзе единственное верное? Не очень понятно. Как это вписывается в то, что ребёнок сам себе антихозяин? Непонятно тоже. Как объяснить, я не понимаю. Никак. Вижу только недоумение в его глазах. Каза такой же мой друг. Я вроде бы не могу вести себя по-другому с ними. Что это значит? Вот что это значит? Во что вы вкладываете в эту фразу? Я вроде бы не могу вести себя по-другому с ними иначе. Что это значит? Вы можете? Вы не хотите? Вы можете это сделать? Да. Так. Я говорю. Вот пусть вы друг на брюкзе тоже меняется на игрушках. Не говорите мне, что ты ему должен там принести. Это на дашку вот получается. И правда считаете, что ваша позиция тоже дружба? Нет. Я вас расстрою, ваша позиция не дружба. Понимаете, дружба она может приобретать любые формы, какие угодно, ни к людям, ни к комфортам. Вот. А когда начинается какое-то давление, насилие, это уже не дружба в любом случае, какой бы она ни была. Вот. Ну, в целом, я думаю, я проблему раскрыл. Вот. Ну, вам уже решат, конечно, но если вы ответственны за свои страхи, тревоги, может быть, обиды какие-то на ваших друзей, на ваших родных будете перекладывать на ребенка, ничего хорошего не получится. Вот. А все на вас не важно, потому что вы ждете сюда, как я сказал, по его мнению, так же, как дети его возраста или младше. потому что слишком у вас жесткая дифференциация на хороших и плохих, на друзей и врагов. Хотя это, от реальности, от уровня максимально. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!